Повязка на глазах помогла врачам-педиатрам лучше руководить персоналом. Медицина 1644-14 ФЕВ. 2019 Сложность 4.1 Повязка на глазах помогла врачам-педиатрам лучше руководить персоналом. Dr. Who, BBC, 2005-2019 годы. Швейцарские ученые выяснили, что использование повязки на глаза у врача во время проведения симуляции и оказания первой помощи улучшает его лидерские качества. Для этого они собрали 12 групп, состоящих из 4 работников педиатрических отделений, которым необходимо было поучаствовать в нескольких сценариях оказания первой помощи маленьким детям. Статья опубликована в журнале Frontiers in Pediatrics. Случа и остановки сердца как у здоровых детей, так и у пациентов педиатрических отделений, довольно редкие, из-за чего курсы по обучению навыкам оказания первой помощи, искусственного дыхания и непрямого массажа сердца, с помощью специальных тренажеров проводятся среди врачей-педиатров реже. Именно поэтому сложно оценить как их медицинскую подготовку в такой ситуации, так и развитие других навыков, например, умение работать в команде. В новой работе ученые под руководством Майкла Буйка, Майкл Байк, из Женевского детского госпиталя решили проверить, как на развитие лидерских качеств при тренировке навыков первой помощи влияют слепое обучение. Для этого они собрали 12 команд, каждая из которых состояла из 4 работников педиатрических отделений, 2 медсестер или медбратьев, 1 ординатора и 1 практиканта. В период медицинского обучения после ординатуры. Каждой команде необходимо было принять участие в обучении и оказанию первой помощи в пяти различных сценариях. Отсутствие пульса вследствие обезвоживания у 6-месячного младенца, лечение, сердечно-легочная реанимация и укол адреналина. Остановка сердца вследствие удары током у годовалого ребенка, лечение, сердечно-легочная реанимация, дефибрилляция, укол адреналина и дополнительная дефибрилляция. Суправентрикулярная тахикардия, резкое увеличение частоты сердечных сокращений, у годовалого ребенка, лечение, кардиоверсия, синхронизированная дефибрилляция и укол аденозина. Брадикардия вследствие отравления неизвестными веществами у 10-месячного младенца, лечение, адреналины трансторакальная, прямая, стимуляция сердца, а также лечение первичной причины. Асистолия, остановка сердца с исчезновением биоэлектрической активности, у 4-месячного младенца, лечение, сердечно-легочная реанимация и два укола адреналина. Все выбранные сценарии тренировки подразумевают участие нескольких медицинских работников и высокую сплоченность при выполнении действия для эффективности процедур. Все обучение проходило в один день и продолжалось 4 часа. Первый сценарий взяли в качестве первоначальной проверки навыков участников, следующие три использовались в качестве активной фазы тренировки, а пятый сценарий был контрольным. Наконец, группа участников были разделены на активную и контрольную группы, глаза лидеров, тех специалистов, которые руководят процессом и раздают указания, в командах из активной экспериментальной группы были завязаны во время сценариев активной фазы тренировки. Авторы не уточняют, кто именно из команды медицинских работников считался лидером, по-видимому, это был работник с наибольшим опытом, то есть практикант. После каждой процедуры у участников эксперимента просили оценить их удовлетворенность выполненной работы и уровень полученного стресса. Трехсторонних наблюдателей попросили оценить по виде лидерские качества главного участника в команде. Лидерские качества участников из активной и контрольной групп не отличались после первой сессии обучения, но выросли к последней, причем у врачей с завязанными глазами больше, чем у врачей из контрольной группы, 11,4 против 5,4%. Показатели удовлетворенности и стресса участников в разных группах существенно не отличались. Авторы работы пришли к выводу, что использование повязки при обучении некоторым медицинским практикам может улучшить лидерские качества руководящего врача в группе. Специалистам, которыми руководят вслепую, приходится тщательно контролировать свои действия, так как руководитель не может проследить за их выполнением самостоятельно. Ученые отмечают, что в будущих работах необходимо оценить также эффективность проводимых процедур после слепого обучения и проверить навыки лидерства через некоторое время, например, несколько месяцев. Оказание первой помощи может существенно повысить шансы пациента на выживание. В прошлом году, однако, ученые выяснили, что случайные прохожие с большей вероятностью помогут мужчине, чем женщине из-за страха быть обвиненными в неподобающем поведении. Елизавета Евтушок Спасибо.